Здравствуйте, друзья! Мы с вами продолжаем писать икону Богородицы Донской. Мы уже с вами сделали одежды младенца. И сейчас мы с вами посмотрим на мафоре Богородицы. Одежды младенца мы с вами будем доделывать в самом конце, когда будем класть золото. И они у нас засияют золотыми переливами. А вот одежду Богородицы нужно будет писать. Пока я долго отсутствовала и не выкладывала видео, я успела уплотнить одежду Богородицы. И прописать, точнее поднять опись. Вот темные, вы видите, темную обводку складок. Теперь нам нужно сделать притинку. Это следующий этап. Я уже сделала колер. Это практически черный колер, гематит. У меня тут немножко кадмия, немного ультрамарина. Но большая часть это, конечно, черной краски. И вот данным колером я буду теперь делать притиночку. Я делаю притиночку по обрису фигуры. Работаю я вечером. Конечно, освещение не такое хорошее, как дневное. Но я думаю, что на притинку это особенно не повлияет, потому что все-таки это часть работы. Вообще, конечно, лучше работать при дневном свете. Но не всегда мы имеем те условия, которые мы бы хотели. Я люблю работать при дневном свете. Но сегодня у нас вот такое освещение. Ну, ничего. Зато так вот отсвечивает, немножко бликует. То место, которое я только что написала, да. И вот по складочкам мафория я тоже прохожусь темной краской. Я просто сейчас моделирую синевую часть. Вот я прохожусь по всем, по всем складочкам. Я моделирую теневую часть для того, чтобы мне лучше понимать, как у меня пойдут плави по фигуре. Вот на видео, конечно, кажется, что я прям очень густо, очень плотно кладу. Но нет, на самом деле вот высыхает место, которое я только что провела кисточкой по нему. И вы видите, что это колер полупрозрачный. Он абсолютно лисировочный. И, в общем-то, сейчас я его делаю чисто для того, чтобы вот, когда я первую плавь буду наносить, для того, чтобы вот эта моделировка, она у меня была более выразительной и более понятной. Если бы мафорий у нас был красный, бывает у нас теплый мафорий, то я бы тогда писала бы его через красный цвет. Я бы использовала гематит теплый. И плавий я бы делала красным цветом без добавления белил. Ну, когда у нас мафорий холодного цвета, я его буду писать с добавлением белил. Но вы знаете, что если в гематит добавить белил, то плавь получается такого фиолетового оттенка. Некоторые оставляют этот фиолетовый оттенок. Ну, это тоже очень красиво бывает, особенно в греческой иконе. Вот они умеют так делать в разбиле гематит, чтобы это было красиво и уместно. Вот я к этому отношусь так настороженно. Я считаю, что не всегда и не все умеют положить гематит в разбиле уместно. Красиво можно его положить, но не всегда уместно. Часто бывает, что мафорий выходит на первый план с этими фиолетовыми плавьями. Поэтому все эти фиолетовые плавья я в конце лессирую гематитом. Очень-очень тонко, полупрозрачно делаю лессировку. И, в общем-то, добиваюсь того эффекта, который нужен. Потому что все-таки на образце, с которого мы пишем, плавей на мафории практически не видно. Они либо там утрачены, либо такие очень-очень приглушенные во всяком случае. Вот сам мафорий очень приглушенный. Этого и мы будем добиваться. Мафорий будет очень приглушенный. Но при этом мы не можем не написать эти плави. Мы должны их написать и слиссировать. Для того, чтобы они как бы были, как бы было видно, что мы их писали, и мы про них не забыли. Но они должны быть очень-очень такими скромными, сдержанными. Итак, вот мы с вами сделали лессировки по мафорию. В следующем видео мы с вами будем писать плавь. У нас будет первая плавь. Посмотрите, вот здесь у меня тоже была плетинка. Она высохла. И мы прекрасно видим опись. Вот здесь начинает высыхать. Перестает бликовать эмульсия. И мы начинаем видеть вот эту полупрозрачную плетиночку. И опись тоже нам прекрасно видна. И вот здесь вот начинает все-все-все мы начинаем видеть. К сожалению, камера искажает некоторые вещи. Но это просто нужно знать и учитывать. А я с вами прощаюсь. Всем творческих успехов. Приглашаю к нам в мастерскую на обучение при храме Дмитрия Донского, Московской области, город Дзержинский. Будем всем рады. Творческих успехов. Всего доброго. Увидимся в следующей серии.